Каза Я пойду на красть, смотри, вслед за казаковый Почему закона ряд утраю будто в рая На-на-на-на-на …на… Назарбаев На-на-на-на …на-на… Назарбаев Я казах горячий Я казах горячий Я казах горячий Что здесь за фигня, а? Успокойся. Чё это мы здесь устроили, идиоты? Почему сразу идиоты, я вот не понимаю? Ты нас каждую игру берёшь и оскорбляешь. Каждую игру? Каждую игру. И тебя не смутило, что это первая игра первого в нашей жизни сезона? Нет, вот первая игра, оскорбление. Статистика стопроцентная. Я же, Герой, мне кажется, Кирилл на самом деле прав. Как понять, прав? Ты на чьей стороне вообще, братан? Ты чё ты сразу наезжаешь? Ты чё ты наезжаешь? Я не понял, что ты прав, чтобы наезжаешь, чтобы ее. Вот что значит казахи, дружелюбный народ. Вообще-то ты прав. Казахи издавна отличаются своим дружелюбием и гостеприимством. Хотя нет, один из вас — калмык. Что? Я не калмык? А ты у меня калмык, что ли? Я вообще про тебя молчу. Чё здесь, я не понимаю? Да я вообще ничего не говорю. Стоп, стоп, стоп. А с чего вы взяли, что калмык — это плохо? Ну тогда я калмык. Можно я буду калмыком? Нет, калмык мне так же плохо, поэтому я буду калмыком. Можно я буду калмыком? Так, всё, калмык. Всё, калмык. Доволен. Ты не похож на калмыка. Калмыки — это гордый, непокорный народ, который всегда берёт всё то, что он захочет. Хе-хе. И чё это вы там делаете? Целуются. В смысле как? Да вот так. Ну-ка отвали от меня. Быстро вышли на сцену. А Нурик где? Он сказал, что опоздает. Тук-тук-тук. О, ребята, пойду-ка я посмотрю в глазок. Ребят, Нурик пришёл. Пацаны, чё вы придуриваетесь? Нет, здесь никакой двери. Откуда здесь эта дверь? А пока Кирилл идёт в медпункт, мы начинаем. Салам алейкум! Давайте посмотрим, как пилот самолёта решил внести что-то своё. Дамы и господа, с вами говорит капитан. Пожалуйста, посмотрите хвост самолёта. Да-да, это я. А-а-а! Девушка пришла на премьеру фильма «50 оттенков серого» и случайно перепутала зал. Вы готовы, дети? Дамы и господины. Салам алейкум! Случай на казахской заправке. Салам алейкум! Давайте посмотрим, как казах выбирает себе жену. Так, есть где жить? Да. Сколько комнат? Одна круглая юрта. Есть на чём ездить? Да. Сколько лошадиных сил? Одна лошадь. А, нет, там юрта. Вон там лошадь. Ну, ясно. Теперь мой вопрос. Бишпармах умеешь готовить? Бишпаркто? А, это со свинины которой? Боже, ну, Яна, сколько можно? Три года играем в КВН. Пора запомнить, что не свинина. А, шошка. Яна, шошка. Да она даже наши имена запомнить не может. Что вы уж там про другое спрашиваете? В смысле? То есть я должна учить ваши казахские слова? Я вообще-то русская. Слышь, ты чё такая русская, а? 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 Я не понял, а чем это вас русские не устроили? А чё не устраивает? Всё устраивает. Вот Яна взяла нас, настройку устроила. Теперь всё, супер. Кстати, у нас скоро смена, пора закругляться. А закончить хотелось бы фразой нашего начальника. Мал золотник. Даин дал сангузен, пизе, ертинг берен тапс, расникин. Как с языка снял. Команда КВН все свои, всё для своих. Средь хвойных лесов, друг у учёных умов Скучали постепи, но не одни, а только мы. Пусть наш колорит всех вас рассмешит. Ну что же новости? Запомни нас, мы все свои. Ваши аплодисменты, команда КВН, все свои, НБУ. Сейчас мы переходим к конкурсу «Разминка». Вопросы задают члены жюри, команды на них смешно отвечают. Ну что ж, кто задаст первый вопрос? Давайте первый вопрос задаст Роман Варамов. Под ваши аплодисменты, друзья. Включите микрофон, Роман, там вот есть такая штука на нём. Здрасте! Участник высшей линии КВН, друзья, Роман Варламов. И не можно включить микрофон. Привет, Максим, привет, зал, привет, Сергей, Лёша. Всем ещё раз здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Как вы знаете, скоро пройдёт Евровидение. Оно, кстати, будет юбилейное, проводится в 60-й раз. Будет Россию представлять Полина Гагарина. И у меня такой вопрос. Кого бы вы послали представлять Россию на этом замечательном конкурсе? И почему? Нет. Просто кого-то. Сейчас всё будут фамилии называть и всё. Ну и ладно. Латоха! Смешно же. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Естественно, рубль. Чтоб побыл поближе к евро. Отвечала сборная гиков, друзья. Ответ от команды КВН Левпром. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Меня, конечно. Ответ от команды Левпром. Отвечает команда КВН Парк Культуры. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Не, ну Гагарину правильно, пусть будет первая. Отвечает команда КВН В значит Ваха. А кого бы вы послали на Евровидение от России? А мы бы просто послали. Ответ от команды КВН по любви. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Вот все всегда в нашей стране. Посылают, а надо отправлять. Поэтому и результат такой, что посылают постоянно. И, наконец, ответ от команды КВН Все Свои. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Батрихан Щекинов. И еще один ответ, друзья. Последний ответ от команды КВН Парк Культуры. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Главное, чтобы микрофон включать умело. Просто верно. Спасибо, друзья, Роману Варламову. Давайте поаплодируем ему. Двигаемся дальше. Свой вопрос задает Сергей Лисовой. Здравствуйте. Здравствуйте, все люди. Я рад, что вы пришли. Приходите почаще. Завтра приходите. А куда? К Лехе куда-нибудь приходите. Он зовет кого-то вас. Ладно, не суть. Мой вопрос. В общем, дело такое, ребята. Хочу завести домашнее животное себе. Какое? Подскажите мне. И как бы вот его можно назвать по-вашему? Сразу же ответ на первой секунде от команды сборной КВН. Кто же это будет? Отчетился рукой. Получил Дюссалей все-таки. Да. Отвечает команда КВН Лехпром. Какое животное мне завести и как его назвать? Послать бременских музыкантов, чтобы за штанами далеко не ходить. Можно назвать просто. Окей. Хорошо, можно. Серега, рубашка у тебя замечательная. Нравится же всем рубашка у Максима. Если нравится, похлопайся. Я сама весна сегодня просто. Видишь, всем нравится. Красиво, правда. Какое животное мне завести и как его назвать? Прошлое что, убил что ли? Это был ответ от команды КВН «Все свои». А вот почему у них есть катерти, а у нас нету с Ромой? А? Потому что это... Там есть уважаемый человек, понимаешь, который представляет Комитет по делам молодежи. Он свою привез просто и поселил. Вот. Роман думает, что им горячее принесут, а нам не... Роман может рубашку расстраиваться и сидит. Отвечает команда КВН «По любви». Какое мне животное завести и как его назвать? Сереж, заведи меня, я неприхотлив. Хорошо. Это был ответ от команды КВН «По любви». Отвечает команда КВН «Парк культуры». Итак, какое животное мне завести и как его назвать? Сереж, мы как барабин с тебе советуем завести карася. Окунем ты себе руку уже расцарапал. Хорошо. Отвечает команда КВН «В». Значит, Ваха. Какое животное мне завести и как его назвать? Приходи в арену, там много разных животных. Хорошо, спасибо. И последний ответ от команды КВН «Все свои». Какое животное мне завести и как его назвать? Жирафа. Он ведь такой же красивый, как ты. Спасибо. Как той, Сереж, как ты. Спасибо, Максим. Спасибо, Сергей Лисовову, друзья. Следующий вопрос задает Курмашов Евгений. Друзья, всем добрый вечер. Ребят, вот я смотрел, читал все статьи и новости, которые в интернете, и на протяжении 10 дней была паника. Куда пропал Путин? И, следовательно, и этот вопрос вам. Куда пропал Путин? Ответ от команды КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? Это не он пропал, это он нас потерял. Вот такой ответ. Ну? Отвечает команда КВН «Сборная гиков». Куда пропал Путин? Пропал Путин, забеременела Псаки. Совпадение? Не думаю. Отвечает команда КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? Там что-то Лешка всех в гости звал. Хорошо, спасибо. Лехпром. Куда пропал Путин? Новая жена гимнастики учится. Еще один ответ от команды КВН «Полюбви». Куда пропал Путин? А кто голит, кто ищет? И последний ответ от команды... А нет, предпоследний ответ от команды КВН «ВС» значит «Ваха». Куда пропал Путин? А куда пропал Путин, никто никогда и не узнает. Тайна. Вот и все. Впервые ответ. Сюда можно всем вставать и уходить. Подожди, сначала вопрос. Впервые ответ прозвучит до того, как прозвучит вопрос. Окей, гугл. Куда пропал Путин? А? Вот это да. Большое спасибо. Спасибо Евгению, друзья. Давайте поаплодируем громче. Свой вопрос задают следующий. Евгений. Мистер Салат, друзья. Евгений Сайцев. Ваши аплодисменты ему. Спасибо. Всем добрый вечер. Вопрос такой. Мало кто знает, но... Это из старого КВН, а так начинались разминки обычно. Признак, как там, сильной волевой девушки, да? Это покупка кота. Вот. То есть есть такие, да, в зале? Следовательно вопрос. А признак сильного волевого мужчины тогда в чем заключается? Сразу ответ от команды Парк Культуры. В чем заключается признак сильного волевого мужчины? Тут надо к Сереге вопрос, он какое-то животное завести хочет тоже. Аплодисменты. Спасибо. С разминкой отвечает команда Лехпром. Признак сильного волевого мужчины. Покупка сильной волевой женщины. Ах, какой ответ! Слышишь просто! Зал, здоров! Прям покупка, прям. Покупка. Есть же магазины. Искупать может сильную волевую женщину. А у тебя есть спот? Нет. Есть домашнее животное какое-нибудь? Нет. Интересно. А, сильная независимая женщина. Всем интересно в зале? Все сидят и смотрят. Отвечает команда Коман по любви. Скоро дочка-то точно уже появится у него. Признак сильного волевого мужчины. Мне не нужны признаки. Вот это да! Хотя бы уши, не знаю. Есть ли еще ответы у команд? Есть еще один ответ у команды Парк Культуры. Признаки сильного волевого мужчины. Жень, ну ты меня понимаешь. Да. Есть ли еще ответы у команд? Вот у меня ваха еще нет. Пять, четыре, три. Вот есть ответы у команды сборной гиков. Признаки сильного волевого мужчины. Он жмет от груди сотку. Он же сильный, волевой. Ну, че вы? Отвечает команда КВН. Это из ГТА, из пятого, видимо, да? Все свои. Ого. Можно заново вопрос начать, чтобы подольше на тебя посмотреть? Ладно. Признаки сильного волевого мужчины. Кадык. Заведи себе кадык. Все, это были все ответы. Аплодисменты Евгению Сальцеву, друзья! Еще один вопрос от Сергея Ганкина. Всем добрый вечер. Привет, Серега. Серьезно, с вчерашнего дня хожу под впечатлением от рассказа своего друга. Друг работает на стройке в Тюмени, строит мосты. Вот. И он там своей девушке выварил из 720-й трубы, чтобы вы понимали, это больше полуметра. Кстати, друг здесь находится, не буду показывать на него пальцем. Вот. Он из трубы выварил для своей девушки сердце металлическое. То есть прямо в трубе. И привез из Тюмени и подарил ей в Новосибирске это сердце. Вот. А какие вы делали подарки или сделаете подарки с своим вторым половинком? Так это не девушка, он с ней так просто шура-мура. Просто на стройке трубу спалить. 720-ю. Какая девушка. Газовая труба, кстати, да? Какая девушка, когда парень дарит сердце просто из металлической трубы. Ответ от команды, говорим, все свои. Полностью. Полностью. Серьезно? А у меня есть друг, и он выварил, ну, чтобы вы понимали, выварил, это вырезал из трубы большой. Я же правильно говорю, да? Вот, сердце ей. Вот, из металлической большой трубы. И привез из Тюмени сюда и подарил ей. Какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Вот он, сильный волевой мужик. Ответ от команды КВНВ значит Ваха. Если бы ты ее увидел, ты бы никогда так не сказал. Что это сильный волевой мужик. Вот, а какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Сильной волевой женщине не нужен подарок. Такой ответ отвечает команда КВН Лехпром. Я для Дашки купил оленя. Сначала купил, потом убил. Итак. Это ответ, это вопрос. О, привет. Есть ли и... О, друзья! Эй, Кугрышев забил гол в Багнитогорску. Ура! Все пятерки за сбинку! Шестерки! Все победили! Кугрышев первый гол, друзья. Вот. Я сейчас не знаю, как порадовать кого-то. После болтания отвечают, согласен. Вот. А как вы... Что вы дарите подарки... Какие вы дарите подарки вторым половинкам? Эй, доширак дважды запариваю. Нормально. Шестерка! Ответ от команды КВН все свои. А какие вы подарки дарите полностью опять? У нас просто через 20 минут уже аренда зала заканчивается, поэтому давай быстрее. Вот. Какие вы дарите подарки своим вторым половинкам? Можно спросить, а по документам как это прошло? Труба там, сердце? Не знаю, его ищут теперь. Лидер группы Кармен отвечает, друзья. Просто интересно, как по документам просто человек просто поинтересовался. А как по документам этот опыт? Вопрос, Сергей, пожалуйста. Вот. Скажите, пожалуйста, а что вы дарите вторым половинкам? Ну, я не знаю, но у меня друг своей девушке под окнами, карбюраторами, я тебя люблю, выложил. Это, кстати, один и тот же человек. А что вы дарите своим вторым половинкам? Я ей завязал глаза. Можно, пожалуйста, полностью? Так. По любви. Это. Скажите, а что вы дарите своим вторым половинкам? Нет, нет, ну, история-то. А, известно. Ну, познакомились мы с нашим, с моим другом давным-давно. Ну, вот. И он сейчас закончил институт и в Тюмее строит мосты. И вот тут недавно вырезал из большой трубы 720-й. Вот. Сердце. Что вы дарите своим вторым половинкам? Да нет, шучу, все нормально. Ну, типа разменяйте. Спасибо, да. Скажите, что вы дарите своим вторым половинкам? Чтоб со мной жила и хату спалил. Вот такой ответ. И последний ответ на сегодня от команды КВН сборная гиков. А что вы дарите своим вторым половинкам? Реалити-квест. Короче, приветствую Вленева, а сам уехал. А сегодня мы хотим порадовать всех зрителей и спеть песенку про феечек Винкс. Сегодня мы исполним мечту всех вас, всех наших зрителей и споем песню про казахов. В смысле про казахов? Мы же с вами договорились. Петь про феечек Винкс, исполнять мечту зрителя. Ну, если мы сделаем так, то исполним мечту только Алексея Прозверова. Очень смешно. Вы уже надоели про своих казахов везде шутить. Достали меня. Как же тяжело с казахами играть. Им приходится все дело заставлять. Вечно говорят они лишь об одном. Как прекрасен, как красив родной их дом. Случай в Казахстане. Смотри, красотища какая. Вот это красота. Еще хоть что-нибудь построили бы, вообще было бы супер. Да, нет, песок и так красиво лежит, нормально. Тяжело с казахами гулять. В клубах не умеют отдыхать. Попроси включить крутую песню. Начинают они петь все вместе. Пацаны, меня тут с работы дернули. Говорят, вы фигню на сцене какую-то показываете. А ты в полиции что ли работаешь? Не важно. В общем, давайте так. Яна поет, вы танцуете, не отвлекаете ее. Ладно. Тяжело с казахами играть, и свинину в пешпармак им добавлять. Ночью угоняют лошадей со стоянок у других людей. Во, слушай, Яна, это уже перебор. То есть, по-твоему, куда ни плюнь в Новосибирске, везде будут лошади, да? Ты, походу, своего забыл на сигналку поставить, да? Блин, точно. Эй, Нурик, с тобой все в порядке? Вы меня с первого раза не поняли. Успокойся. Вы можете на нормальном языке что-нибудь спеть. Of course we can. Ох, казахи-казахушки мои, ну такие забавные же вы! Ну как их не любить? Здарай, здарай, ты ел на красах, хандарь. Аш, ты солдомоян, вы дыреген калкамай. Здарай, здарай, ты ел на красах, хандарь. Аш, ты солдомоян, вы дыреген калкамай. Команда КВН все свои. Спасибо! Ваши яборные апресменты, команда КВН. Все свои НГУ!